На этой неделе у меня было мало клиентов. У меня снова ногтевые покупки. Сегодня мне привезли почти всё. Я принимаю всё в кабинете, я еду в свой кабинет. В итоге я подписала договор об аренде того помещения, которое я показывала в прошлом влоге. Я очень довольна. Сейчас иду домой. Просто не верится, что мне так повезло, что это произошло. В общем, скоро будем всё обустраивать. Вчера я узнала, что наша девушка, которая снимает кабинет, что она всё распредаёт, и решила закрыть кабинет. И сказала, типа, съезжайте до воскресенья. Чтобы вы понимали, мне в воскресенье должно прийти только в мебель, новый кабинет. Но факт, что она вообще поверёт. И в воскресенье ночью, в десять вечера. Короче, это какой-то капец. Я вчера уже попереживала, понастраивалась. Сегодня собрала часть вещей. Пошу, что у меня сегодня уходной. Я поеду в новый офис, немножечко приберусь. Сейчас пошла забирать пожар свой. Я заказывала на авито. В общем, какие-то вещи забрала с вадористю. Повезу уже в новый офис. И завтра у меня последняя клиентка. Завтра суббота. Получается, у меня последняя клиентка. Я всё собираю и тоже везу новый кабинет. Такие дела. Я в шоке. Я как чувствовала. Я очень рада, что я всё время нашла новое место. Потому что иначе, я не представляю, какой у меня стресс. Если бы даже не было кабинета. А нужно уже съезжать. И есть записи на следующую неделю. Короче, это какой-то ужас. Просто я на нервах. И со мной с тобой я очень рада, что моя такая мечта как-то сбывается. И я всё для этого делаю. Но с другой стороны, я очень устала. Я только об этом и думаю. Я потратила уже все деньги, которые у меня были на этот кабинет. На мебель. На заказ мебели и всяких штук. И так далее. Пока что такие планы. Сюда я хочу поставить свой стол. В этот угол я хочу поставить место бровиста. То есть, либо вот так. Либо к этой стене посмотрим. Затем сюда комод. И здесь будет, скорее всего, входная зона. Вот это кресло будет здесь стоять. И вешалка для одежды. Но пока места бровиста нет. Он будет стоять здесь. Пуфик. Вот так. Такая швабра. У меня, кстати, дома такая же швабра есть. Она офигенная. Я вам сейчас покажу. Заказывала на Валберисе. Сейчас нет тряпки. Там прикрепляется тряпка. Ты вот так вот шикаешь. И проходишься шваброй топовой. Купилась сюда такую же. Вот так сегодня выглядит наш кабинет. Ничего не осталось. Осталось только мое место. Вот это сегодня у меня последняя клиентка. Я уже рассказывала. И все. Даже грустно. Как-то телевизор убрали. Все убрали. Освободила свой стол. Все собрала. Вот. Мои оставшиеся пожитки. Три пакета. И еще дрель. Я взяла. Чтобы Шухрат сегодня собрал комод. Вот так сейчас выглядит кабинет. Что сегодня нам пришло. Первое. Стул. Регулируемый по высоте. Второе. Комод. Который Шухрат очень долго собирал. Вот так вот он выглядит. Он, конечно, маловат. Мне кажется, что все сюда не влезет. Вот здесь осталось лежать то, что должно быть на столе. И я понимаю, что, скорее всего, мне придется докупать какую-то тумбу, чтобы составить там дизайны, прайс, какие-то штучки-дрючки. Вряд ли там типсы, что на столе это будет занимать лишнее место. И пока что так. Еще пришла вот такая вот вешалка для одежды. Стильно выглядит. Но она очень хлипенькая. Так шатается. Но зато выглядит красиво. Хоть что-то. Я сегодня в новом кабинете. Сижу на кресле, потому что стол еще не пришел. Ну, только стул. Вот так вот все это выглядит. И я сюда пришла для того, чтобы выкрасить новые лаки. Я сказала на ватбус. Вот такой набор. Здесь 60 цветов. Сейчас я все хочу это выкрасить. Были хорошие отзывы. Посмотрим, как будет на самом деле. Я вчера уже все посмотрела. Вот все хорошо. Только один, по-моему, где-то подтек. Но в целом лаки хорошие. Сегодня буду выкрашивать. Здесь специально купила для этого типсы. И вам тоже покажу. Прошло где-то 2-3 часа. И у меня теперь вот такие вот палитры. Я просто в шоке. Раньше у меня было вот одно вот такое кольцо. А теперь у меня их три. Сейчас я вам покажу. Здесь, конечно, есть и старые лаки, которые я раньше покупала. И новая коллекция. Но, извините, просто показывать отдельно новые было бы очень долго. Поэтому я вам покажу так. На первое кольцо я поместила гели и эффекты. Вот это все гели. И вот отсюда начинаются всякие вот эти волосатые алюминия. Приламутровые вот эти блестки были в наборе. Вот. А это тоже гель. Значит, дальше. На втором кольце я сделала переход из желтого такого в оранжевый через какой-то вот непонятный даже, я не знаю, какой-то розовый-неоновый цвет. И здесь розовые, красные. Красных даже собралась такая уже палитра. И фиолетовые. Я переживала, что будут повторы, но по факту все равно оттенки немного разные. И нету прям одинаковых оттенков. И третья палитра из зеленых таких вот в какой-то цвет морской волны, в синий, через серый, черный, бежевый, коричневый какой-то. Вот. И в белый цвет. Вот такой вот переходик я сделала. Постаралась, не знаю, конечно, цвета откуда-то взялся, но в целом как бы я старалась, я потратила на это кучу времени. Теперь все вот так вот у меня красивенько. Еще покажу вам мои новые джинсы. Вот такие вот офигенные. Я заказывала их на Валбриз. Очень мне они нравятся. Конечно, они стали еще съезжать. Я взяла самый последний размер и вставила резиночку. Но, видимо, ее маловато, потому что они с меня прям спадают. Но смотрится просто. Вот здесь еще торчал карман. Я его обрезала, потому что мне он не понравился. И вот так вот мне прям очень нравится. Наконец-то сегодня мне привезли почти все. Здесь, значит, стул в полуразобранном состоянии, подставка, стол. Зеркало пришло для бровиста. В общем, вот так вот теперь выглядит мой кабинет. Сегодня Шухрат все будет собирать. И, наконец-то, завтра я смогу уже принять клиентов. Сегодня был мой первый день на новом месте. Я после двух маникюров, жутко уставшая. И вообще я сегодня встала очень рада, потому что вчера я разместила кучу объявлений на Авито со своими вещами. И сегодня с утра я провела посылки. Потом я пришла, у меня была первая клиентка. Потом вторая, через полчаса. Еще мне привезли тумбочку. Я вчера ее заказала, сегодня ее уже привезли. И сейчас мне самой нужно ее как-то собрать. Потому что Шухрат не может сегодня. А я хочу сейчас. Потому что мне неудобно было работать без нее. То есть сейчас у меня стол. И все стоит. Я даже покажу. Все стоит на подоконнике. И вот этот весь сыр-бор как-то мне не нравится. Я хочу тумбочку, скорее всего, поставить вот сюда, с этой стороны. И сюда сложить и материалы, и лаки, чтобы все было под рукой. А вот в этот комод уже что-то такое, типа барахлишко. Спустя два часа, даже два с половиной, тумбочка готова. Немного кривовато, но я сделала ее сама. И она идеально подходит по цвету к комоду, к полу. Сейчас посмотрим. В итоге тумбочка выглядит вот так. Я наставила свои всякие вещи на нее. Хочу сюда еще купить контейнер, чтобы гели поставить. Сейчас у меня здесь две дизайнов. Все. Какие-то боксы сюда сложила. Сегодня мой второй день в новом кабинете. Вчера у меня не было работы, именно рабочий день. Вчера я просто приезжала переделать себе ногти. Сделала вот такие вот офигенные просто ноготочки. И сегодня ко мне должен прийти парень на маникюр. Очень интересно. Он сказал, что можно сделать даже наращивание. Что я могу сделать с ценой, который я хочу. Это такое бывает очень редко. И мне интересно. Я всегда волнуюсь перед тем, как придет парень. Потому что, не знаю, как-то волнительно. К девчонкам я привыкла, к парням нет. Посмотрим, что будет. И вообще сегодня я шла на работу и осознала, что я принимаю в своем кабинете. И просто я пока делала все, пока все обустраивала. Куча всего нужно докупить. И до сих пор у меня какое-то не было такого ощущения. А сегодня я прям так заземлилась. И такая думаю, я принимаю в своем кабинете. Я еду в свой кабинет. И я такая, вау, круто. Короче, приходит это осознание потихоньку. Ну, да. И постепенно нужно все докупать. Пока что места происта все еще нет. Стол, который должен был прийти, все еще пишет прибыл на пункт выдачи. Уже три дня как прибыл на пункт выдачи. Никто его не выдает мне, не привозят. Представляете, он не пришел. Я злая. Потому что, первое, денежку нужно. Вот это вот все, да, делается не просто так, за деньги. А во-вторых, я просто расстроена отношениям. Потому что я вчера писала, откуда, конечно, приду. Типа все в силе. То есть я предупреждаю специально. Потом я уже пишу, здравствуйте, вы приедете спустя 15 минут. Сейчас уже пришло полчаса. Ни ответа, ни привета. В общем, злая. Буду сейчас делать дизайн в бокс, потому что я так и не сделала дизайна. Не было на это времени. Зато у меня есть три часа. До следующего клиента буду сейчас делать дизайн. Вот что у меня получилось. Такие вот типсики. Не так много, на самом деле. Я потратила два с половиной часа. Получилось немного. Вот такой вот природный тип дизайн. Так, еще проблема засовывать. В общем, так покажу. Птирочка. Такая вот. Затем у нас тут веселенькие дизайны. Один единственный пока что. И вот такой вот дизайн с кошачьим глазом. Тоже с стиркой. Очень красивый. Ну, конечно, вот этот тут уже отваливается. Надо его переклеить. Это заняло два с половиной часа. То есть вообще очень долго, на самом деле, все это делать. Я не представляю, сколько у меня замерзло всего заполнить. И я крепила вот на такой скотч. Спрашивали под прошлым видео. Я купила вот такую двустороннюю ленту. На нее все крепила. Ну вот кроме вот этого все держится. Хочу вам похвастаться. Я вчера сшила себе штаны. Вот такие вот. Очень крутая ткань. Она серая, мятая и так как будто бы отсвечивает каким-то розоватым даже цветом. Мне очень нравится. То, как получилось. У меня вчера был выходной. Клиентов не было. И я сшила себе штанишки. Я в своих новых штанах иду на встречу с Миленой. Она сегодня проезда в Москве. Мы с ней встречаемся. Мы увиделись уже. Да, в уменьках. Я этому очень рада. А еще сегодня у меня будет два клиента. Одна моя подружка. Вторая девочка. Потом будем наращивать экстрадлину. Я даже специально для этого купила формы. Супер длинные. И покажу, кстати, еще в кабинете свои покупки. В общем, сегодня рабочий день. Еще хочу поделиться тем, что сейчас на этой неделе у меня было мало клиентов. Либо кто-то не приходил. Я вам рассказываю. Либо кто-то переносился. Постоянно переносится. Я буду теперь переносить с предоплаты 500 рублей. Потому что иначе просто люди переносят и не приходят. Либо там снова переносят. Короче, мне это не нравится. Вот. Как-то мало записей. Я из этого расстраиваюсь. Плюс, естественно, денег менеджер. Это тоже меня расстраивает. И я решила, что нужно заняться активным продвижением инстаграма. Сниманием, снятием stories, reels и так далее. Потому что я как-то подзабила. То я неделю снимаю, то не снимаю. То выкладываю, то не выкладываю. И мне как-то вообще в целом страшновато выходить в инстаграм. Потому что к видео я привыкла. Я очень люблю снимать видео. А вот инстаграм. И у меня вообще такая площадка, куда я переживаю что-то выкладывать. Но... О, схожа. Но нужно. Нужно выкладывать. Нужно себя перебарывать. Так что поддержите меня, пожалуйста. Подпишитесь на мой инстаграм. Так, обзор моего пакета. Первое. Фотофон. Я его уже вам показываю. Я его привезла из дома. С прошлого кабинета. Сделаю его на окно. Потому что пока... Пока фоткать не можете. Следующая бахила. Я купила сразу кучу штук. Потому что зимой, мне кажется, будет слямкоть, горязнь. Плюс как-то на улице дождь. Лучше ходить в бахилах. Людям выбрать бахилы. Потому что так будет гораздо удобнее. Лампочка. Я ее купила для своей лампы. Потому что сейчас у меня теплый свет. Я случайно купила теплый. И в случае стремной фотки, все равно мне нравится теплый свет. Купила вот такую с холодной. Штука держатель для полотенец. Сейчас я его покажу. Вот так вот он выглядит. Крепится либо вот так, либо вот так вот можно прикрепить. Сюда, значит, вот эти липкие ленты. И скотч вот так вот клеится. И пришпандуривается куда-нибудь. Я думаю, что сделать либо к столу, либо к тумбочке. Наверное, лучше к тумбочке, потому что ее не так жалко. Купила форму от Ириск. Это супер длинная. Здесь максимальная длина 11. У меня сегодня купила девочка, которая хотела сделать супер длинные ногти. Я буду делать их впервые. И купила для этой специальной формы. Вот такие вот обычные, в принципе, формы. Пантейнер. Я его купила в фамилии для того, чтобы сюда составить в тумбочке гелем. Я решила поставить в такой пантейнер, чтобы ничего не запачкали. И я специально, кстати, нашла по ширине. Да, сейчас. Да, идеально подойдет. Купила такой стакан в фамилии. Он вот очень красиво переливается. Хочу бы предложить все вот из этого. Потому что он какой-то стремный. А этот красавчик. И еще купила прекрасный золотой. Потому что у меня серебряная. Но некоторые хотят золото. А у меня из золота была только ковтирка. Но она как будто бы, во-первых, она протекла. А во-вторых, она как будто бы нифига не золотая. Просто трэш. Вот так она выглядит. Извиняюсь за такое ночное включение. Но сейчас после пяти вечера всегда ночное включение. Я нашла викину. С хорошим светом. В общем, я иду делать губы. Девчонки. Прошло четыре недели. Я уже удаляла нижнюю дополнительно. Потому что до сих пор комочки есть. Но их уже никак не удалить. Брос, скорее всего. Прошло еще две недели после второго удаления. И, наконец-то, я могу сделать снова. Очень волнуюсь. Покажу примеры работ, которые мне нравятся. Я хочу что-то такое пухленькое. Но при этом вывернуть верхнюю часть. Чтобы получилось натурально. Чтобы ничего не ушло за контур. Посмотрим. Получится ли у меня вообще с одного миллилитра что-то. Или нет. В общем, я волнуюсь. Покажу после. Наверное, уже дома. Потому что сейчас при таком освещении просто темнота. Второй день моих губ. Просто. Очень красиво. Мне очень нравится, как они выглядят. И у меня осталось еще 0,2 миллилитра. Их можно будет около через неделю, дней 10. И тогда посмотрим на окончательный уже результат. Мне очень нравится с теком. Мне кажется, когда он уйдет, мне будет казаться, что они супер маленькие. Но посмотрим. И какая большая разница. То есть я чувствую себя плюс к 100 уверенности. У меня просто поднялась самооценка. Мне очень нравится, как я выгляжу. И разница очевидная. То есть раньше у меня была вот эта как одна сосиска губа. И вот эта тоже. То есть она была не такой формы, как сейчас. То есть вниз, наверх. Какая-то такая. А она была просто как одна такая вот сосиска. Прямоугольник какой-то. А сейчас у меня есть четкая форма. Короче, я очень довольна. Ну, посмотрим, как заживет. Мне кажется, у меня была такая красотка. Я в предвкушении. Без инструкции у меня получилось собрать вот эту полку. Правда, чтобы для выдвижения ящиков я еще не прикрутила. У меня не получилось. Я уже устала. Поеду домой. Сегодня у меня приехал стеллаж. И барный стул. Сейчас я буду все это распаковывать и смотреть. А пока я сидела, делала свои ногти. Такие вот ноготочки сделала. Очень красивые. Теперь займемся коробками. Это лицо человека, который собрал мебель. Итак. Первый лот. Кресло бровисто. Очень стильно выглядит. Мне прям супер нравится. И вот здесь будет место бровисто. Сюда я поставлю на ножки. Зеркало поставлю сверху. Потому что, к сожалению, стены дырявить не получится. Тут гипсокартон. И второй лот. Это стеллаж. Заказала маленький. Потому что иначе вот это кресло бы не уместилось. Очень классный. Во-первых, не видно швабру. Швабра далеко. Во-вторых, сюда все поместилось. И сверху можно поставить телевизор. Потому что вот сюда тогда видно не будет. Я буду загораживать телевизор. Стены дырявить, повторюсь, нельзя. И вот здесь можно поставить телевизор. Только нужна ножка, которая будет посередине. И он должен быть какой-то небольшой. Его будет видно и от места бровиста, и от моего места. И вот это тоже скоро уйдет. У меня будет веракс. Просто будет такая красота. Я просто предвкушаю. У меня снова доктевые покупки. Я притащила с собой в пакете. Сейчас вам покажу, что купила. Первый. Сушилка для инструментов. Я очень давно хотела. Мне кажется, что она выглядит лучше, чем салфеточка, просто лежащая на столе. Это кобики. Их тут даже три получилось в наборе. Также, чтобы класть кисти, кивилаки, возможно, смешивать какие-то оттенки, смешивать гири. В общем, на этих штучках очень удобно. И одну для бровиста я взяла. Особенно, когда у меня будет верак, сам я уж готовлюсь, чтобы на нее не класть, не марать стол. В общем, такие кобики. Следующее. Это я взяла крючки для того, чтобы их приклеить на дверь. Они самоклеющиеся. Такий крючок. И вот такая вот штучка. Наклеивается сначала на крючок и прицепляется. Я хочу приклеить гири, потому что у меня есть вот эта вешалка, но ее маловато. И последняя прикольная вещь. Я заказала... Вообще, это набор для всяких украшений, но у меня это набор для ногтей. Всякие кресты для ногтей. Ну, конечно, что-то будет огромное для ногтей. Ну, что-то, например, вот такие вот крестики. Вот такой. Можем использовать вполне для ногтей. Очень красиво. Ну, такой, конечно, огромный. Ну, хотя у меня есть любители, которые и огромные будут использовать. Поэтому прикольная в общем штука. Кресты мне понравились. Кстати, я забыла показать свои губы. Так вот они выглядят на четвертый день. Есть небольшие синячки. Натек, мне кажется, уже сошел. Ой, ну, в целом мне нравится. Я с ними чувствую себя собой. Я прям вот реально... Вот это я. Вот это я настоящая. Но, конечно, маловато. С отеком мне больше нравилось. Хочется добавить еще чуть-чуть. Но не знаю, когда это будет. Возможно, через месяц. Возможно, через два. Возможно, я вообще похожу, привыкну. И мне понравится. Ну, плюс мне еще 0,2 будут докалывать. Так что посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok